Лучана Перуджи и Мариана Чикония представляют Флоринда Болкан В фильме Отпечатки В ролях Питер МакКеннери Николета Эльми, Катерина Аббаратто, Джон Карслин и Клаус Кински в роли Блэкмана А также Лила Кедрова По одноименному роману Марио Фанелли Автор сценария Марио Фанелли и Луиджи Бацони Аббаратто, Джон Карслин и Луиджи Балкан Аббаратто, Джон Карслин и Луиджи Балкан Аббарая Аббаратто, Джон Карслин и Луиджи Балкан Монтаж Роберто Парпиньяни Композитор Николо Пьёвани Производство кинокомпании Чинэмарте, Рим Режиссёр Луиджи Бацони Это Гантер, это Гантер. Профессор Блэкман, вы меня слышите? Да, слышу. Всё в порядке? Мак Грегор пришёл в себя. Эксперимент начинается. Входите, я оповещу организаторов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Который час? Половина десятого. Нет, без четверти десять. О, Боже. Мне нужно сдать работу в полдень. Откуда ты звонишь? Из аэропорта. Новые лайнеры, нечто невероятное. Сейчас я не могу. Тебе нужна моя пишущая машинка. Твою починили? Я пойду за ней сегодня. А ты сразу поедешь в офис? Нет, сначала заскочу в библиотеку. Тогда я тебя подвезу, мне по дороге. Отлично. Я буду ждать тебя у обелиска. Хорошо. Половина двенадцатого. Да. 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 Но. Нет. Я не так поеду. Я буду ждать. Они не descriptат. 法 ład, я не мог. Я тогда занял. Я не بتаду ж ... Этоelesisk. Продолжение следует... 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 Доктор Григориус. А потом... Да? А потом говорила... Мадам Верди. На ней был темно-красный костюм. Она прочла доклад о последних данных, выведенных их компьютерами в Рушедюфон Британии. Так у человека едва ли будет возможность выжить, если он не изменит образ мышления и жизни и не воспользуется всей энергией, которая обладает, чтобы избежать этой опасности. В 90-м году все моря будут биологически мертвы из-за загрязнения и отравления. Согласно данным нашего компьютера, в 2000-м году жизнь на планете не будет возможной. Текст казался невыносимо длинным. В кабине было нечем дышать, тревога душила меня. В зале сидела также Дебланш, Мари Дебланш, подруга Берни, та, которая заняла мое место в Сиднее. Она неотрывно смотрела на меня, будто хотела, чтобы я сбилась. Вдруг я поняла, что больше не могу, меня охватила паника, непонятный ужас. И вдруг, неожиданно... Продолжай. В зале... Что-то случилось. Попробуй вспомнить. Да, он был переполнен. Все смотрели на меня. Да. Я вспомнила. Я покинула кабину и вышла через заднюю дверь. Куда ты направилась? Не знаю. Этого я не помню. Да. Я прошла через сады, как будто убегала от чего-то. А потом... Я больше ничего не помню. Ты злоупотребляешься снотворным. Наверняка ты превысила дозу и проспала до сегодняшнего утра. Как? Два дня? Почему нет? Ты нуждаешься в отдыхе, и это подействовало на твой рассудок. Ты наверняка и сама это понимаешь. Это не все. О чем ты? Я не все тебе рассказала. Я и сама не могу этого понять. Открытка? Да. Я нашла ее на полу, на кухне. Разорванную и неподписанную. Тебе знаком город Гарма? Гарма? Да, Гарма. Никогда не слышала. А что? На этой открытке была изображена гостиница и подписана Гарма. Отель Гарма. Странно. Но мне кажется, я уже видела когда-то эту гостиницу. Могу поклясться, что там есть комната с большим витражом и нарисованным на нем павлином. Я, конечно, не знаю, что ты думаешь. Я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю, и в итоге, что ты думаешь. Ты сама. Когда ты можешь знать если ты можешь взять твой работ? Не знаю. Это будет организация. Телефонимов, тогда. Давайте познакомиться. Может, кем-то мы. Тони будет очень счастливым видеться. Теперь ты будешь в школе, знаешь? Дальше. До свидания. Мэри! Продолжение следует... Вам, случайно, не попадалась такая же? Не могу ее найти. Нет, мне очень жаль. Вы уже закончили? Да, сеньора, я хотела отнести в химчистку ваш серый костюм, но не знаю, где он. Должен быть здесь. А чье это платье? В первый раз его вижу. Может, вашей подруге из Германии, которая гостилась здесь в прошлом месяце? Эмма Виллингуст. Исключено. Я бы раньше его заметила. Посмотрите, на нем пятна. Похоже на кровь. 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 Продолжение следует... 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 кто-то звонил и спрашивал вас меня когда после того как вы вышли спрашивали уехали ли вы и даже не представились мужчина или женщина трудно сказать было плохо слышно скорее мужчина а а а а а а а и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Используйте телекардиоактиватор, режим H, индивидуальной стереоанализации. Он недостаточно сильно подействовал на эмоциональные центры. Нам нужны новые человеческие кабели. Пригласите агентов, немедленно. Думаю, нам это удастся, Блэкман. 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 Ты больше не хочешь со мной разговаривать? Я сделаю тебе красивый замок из песка. Восточный замок с минаретами. Хорошо, построим его здесь. Только пусть он сорвом вокруг. Конечно. Принеси ведерко воды. Почему ты не хотела со мной разговаривать? Рафаэлла сказала, что я не должна разговаривать с незнакомыми. Это та сеньора, которая спит в шезлонге. А подъемный мост. Нам нужен мост, раз есть ров. Конечно, вот он. Он не похож на мост. Я еще не закончила. Расскажи мне о Николь. Рафаэлла проснется. Почему ты сказала, что я лучше Николь? Потому что она пнула Фокса, когда он нашел ее за стеной. А теперь Фокс ненавидит ее. Зачем она там спряталась? А вот и Фокс. Я дам ему косточку. Фокс! Фокс! Иди сюда, Фокс! Фокс! Фокс еще тебя не знает, поэтому не хочет подходить. Разве это флаг? Возьми вот это. Материал не объективен с точки зрения современной науки. Астронавтика. Где ты взяла эту бумажку? В нее была завернута кость Фокса. Знаю, но где ты ее нашла? Иди сюда. Вот, я нашла ее здесь. Здесь было много, но ветер все унес. Даже пепел. Здесь жгли большой костер. Он был виден даже снизу. Кто его развел? Николь. Ты сказала, что она пряталась. Да, она все время пряталась и держала что-то в руке. Что? Длинный маленький сверток. Такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Скажи, почему Николь все время пряталась? Кто ты? Рафаэлла говорит, что ты иностранка. Да, и что? Фокс не придет. Я оставлю тебе кость, чтобы ты с ним подружилась. Нет, сначала скажи мне, зачем Николь здесь пряталась. Чтобы ее не заметили. Она была напугана. Чем напугана? Кем? Николь попросила никому не говорить. Посмотри на меня. Я Николь. Неправда, ты не Николь. У Николь были длинные рыжие волосы. Я же говорила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фокс. Фокс. Бери. Она твоя, Фокс. Она твоя, Фокс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошу. Дорогая, как ваши дела? Вы заметили, какая ужасная погода? Конец сезона. Какая жалость. Знаете новость? Сюда в гарму приехала Марта Дубровская. И сегодня она дает концерт в Пресвятерианской церкви. Я была на ее концерте в Париже в 60-е. Это настоящая сенсация. Давайте пойдем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Да. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Вы необычайно пунктуальны. Проходите. Мы старались. Надеюсь, вы будете довольны. Вот шляпка, которую вы мерили, и которая вам не понравилась. Теперь совсем другое дело. Вы уверены, что она мне пойдет? Она стала проще именно так, как вам хотелось. А вот туфли, которые вы заказали. Давайте примерим. Вам удалось его найти? Кого? Вашего друга. Какого? Вашего друга Гарри. Откуда вы знаете, что у меня есть друг Гарри? Вы сами сказали. Я? Вы не помните? Как такое может быть? Вы же сами сказали, что он играет в теннис, и что желтый его любимый цвет. А что еще я говорила? Что приехали, чтобы найти его в Гарме. Что у вас нет его адреса, но вы помните, что он живет в лесу. Кстати, вы были очень взволнованы. Вы, наверное, сильно его любите. Сумочка еще не готова. Прошу прощения. Что? Сумочка. Мне очень жаль, но мы не закончили имя. Какое имя? Ваше имя, Николь. Вечером я все пришлю в гостиницу. Вы остановились в Гарме? Вы меня с кем-то путаете. Меня зовут не Николь. И я никогда здесь не была. Никогда. Алис! 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 Вы пишите счет, я уезжаю. Да, синьорина. Синьора Ин составила вам сообщение. Да. Что-то не так? Мой бумажник. Бумажник? Я его потеряла. Вы уверены? Вы забыли свой бумажник у Марселе. Он у меня. Жду вас на концерте Дубровской. Если вы спешите в аэропорт, то последний самолет в семь. Чище воздоровлен? Я Богtrна. И вот какjen. Эй! Ты благородка воды. Я бери statistic! Эй! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Этому червяку не удалось это сделать Эксперимент провалился Попробуем операцию Альфа на мозге Чтобы нейтрализовать эмоции Вы нашли нужный кабель? Мы найдем его, Блэкмен Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты готова? Это я, Паула Значит, ты Николь Ты расскажешь мне все? Не бойся, Паула Хочешь мороженого? Посмотри мне в глаза, Паула Ты обещала все рассказать Я никому ничего не говорила Клянусь Чего я боялась? Ты должна это знать Они искали тебя Кто? Какие-то люди, плохие люди Они хотели навредить тебе Где они были? Ты сказала, что они в Гарме Они еще здесь? Не знаю В среду они здесь были Ты уверена? Ты так сказала, когда убежала А потом вернулась с тем свертком Что было в свертке? Не знаю Сначала у тебя его не было Здравствуйте Здравствуйте Вы меня помните? Да, конечно Вы сюда заходили В среду Да, вы купили открытку А потом Что? Что-то не так? Нет Вам нужен другой размер? Да То есть нет Дайте мне тот же размер Вы только что сказали нет Не важно Завернуть? Спасибо Спасибо Я хочу вернуться в гостиницу Зачем мне? Зачем я их купила? Не знаю Я должна была это тебе сказать Клянусь Не ври Это правда Я не знаю Что я делала, когда вернулась сюда? Ты громко закричала А потом убежала в лес Потому что увидела мужчину А ты его видела? Я никого не видела Тогда я не знаю Да откуда ты знаешь? Ты сама сказала Это был тот мужчина, который тебя искал Да, именно тот мужчина Иди сюда Ты опять Мне врешь Я ничего не видела Ты закричала и убежала Что я кричала? Попытайся вспомнить Мне больно Ты кричала имя Какое? Не знаю, не знаю Я не помню Отпусти Ты знаешь Назови имя Назови мне имя Не знаю Отпусти меня Назови имя Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают недалеко отсюда. Надеюсь, ничего серьезного. Этот дом... Я уже была здесь. Да, много лет назад. Вместо этого зеркала висела картина с надписями. Со старинными китайскими иероглифами. Журавль, который, стоя в тени, зовет своего детеныша. У меня есть медовый напиток. Я хочу выпить его с тобой. Значит, ты Гарри Невероятно. Невероятно. Те летние каникулы ты провела в Римбаре в нескольких километрах от Гармы. Да. С тетей Эдной. Она только вернулась из Индии. Мы уехали, и я одним прекрасным днем привез тебя сюда на паруснике. Персиваль. Да, меня звали Персиваль. И ты все это время знал, кто я такая? Да. Но почему? Мне не удалось убедить себя в том, что я не стер твою память полностью, и что я не казался тебе совершенно незнакомым человеком. Мысль о том, что ты должна вспомнить меня сама, беспокоила и останавливала меня. Поэтому я привел тебя сюда. Я хотел, чтобы ты догадалась сама, Алис. очень хотел этого. Гарри. Гарри, помоги. Помоги мне. Да, Алис. Да. И как теперь ты снимешь серую пелену, которая застилает тебе глаза? Алис! 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 Гарри. Гарри. Помоги мне. Помоги. Алис! 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 Гарри. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Гарри! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да-да, все как и планировалось. Я забрал ее багаж из гостиницы. Сейчас она спит. Позвольте мне самому это сделать. На этот раз она не сбежит. Если что, я предупрежу вас. Алис? Алис? Минутку. Минутку. Алис? 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 Алис... Что случилось? Открой дверь. Алис... Алис... Послушай меня. Ты меня слышишь? Открой дверь. В среду я была здесь. Алис, почему ты не сказал? Если хочешь, я не буду к тебе приближаться, но ты должна мне верить. Ты приехала в среду. Расстроенная, взволнованная. Назвалась Николь. И сказала, что ты в опасности. Ты переоделась, чтобы изменить свою внешность. Ты искала Гарри. Сказала, что только Гарри может тебе помочь. Я сказал, что Гарри это я. Но ты не хотела мне верить. Ведь мы уже много лет не виделись с тобой. Ты искала парня, которого больше нет. Меня. Ложь. Ты снова приехала в Гарму и не узнала меня. Я все время следил за тобой, чтобы защитить и помочь открыть правду. С кем ты говорил по телефону? С другом. Доктором, который тебе поможет. Я позвонил ему, чтобы сказать, что он больше не нужен. Я не сумасшедшая. Алис. В прошлую среду это была не ты. Ты говорила странные вещи. Что я говорила? Что? Уже не важно. Я хочу знать. Алис. Что я говорила? Что кто-то преследует тебя. Кто? Кто? Некая организация. Ее агенты. Я назвала имя? Нет. Неправда. Какое имя я назвала? Блэкмэн. Блэкмэн. Она не убежит. Эти люди, Блэкмэн, они не существуют. Это только фильм. И ты не один из них. Та порезанная рука. Это была я. В среду с ножницами. Это был несчастный случай. Ты врешь. Ты один из них. А они не существуют, Алис. Я не сумасшедшая. Ты приехала сюда в среду, потому что нуждалась в любви. Я могу дать тебе эту любовь. Иди ко мне. Ты не Гарри. Ты не Гарри. Она снова обнаружена. Чтобы сбежать, она назвалась именем Николь. Вот она. Это она. Мышь попала в мышеловку. Предупреди агентов, хватайте ее. Быстрее, быстрее. Я не Николь. Меня зовут Алис. Эти агенты не существуют. На этот раз я не убегу. 到 утро. Это был дальний. Это было легкое появление. Эти агент. Алис. Камера в детстве. Пора. Идем. 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 Идем.